Почему дети вынуждены добираться до гимназии, шагая по трубам теплотрассы? Ученики элитных школ Новосибирского Академгородка ходят на занятия, периодически взбираясь на теплотрассу. Под трубами встречаются обрывы глубиной до 10 метров, но время дороже, если по грунтовой дороге, параллельно которой идет теплотрасса, до школы из поселка Кирова можно добраться за 20 минут, то альтернативный путь в 5 раз длиннее. Фото «Айсток» Это бритый абсурд, говорит о ситуации Анны Ускова, мама двоих детей. Ее дочка учится в 5 классе, сын в 11, и ни их, ни Анну невозможно убедить в том, что ездить на занятия на автобусе, делая внушительный крюк, это нормально. Большинство жителей Кирова, не только дети, но и взрослые, ходят в Академгородок самой короткой дорогой, по улице Теполой. В Академгородке люди работают, там магазины, поликлиника, там можно погулять. У Анны все ходы записаны, чтобы дойти от Кирова до Академгородка короткой дорогой, рядом с которой на опорах висит теплотрасса. Теплотрасса, надо пройти от поселка всего 600 800 метров, в зависимости от того, в какой из двух школ учится ребенок. Зимой, по укатанному снегу, это не трудно. В межсезонье же грунтовка раскисает, и тогда народ, привычно рискуя, но сохраняя обувь, идет по трубам. Увидев шокирующие видеокадры с малышами на теплотрассе, в Кирова примчались прокуроры и детский омбудсмен, начались проверки и поиски виноватых. Минус. На учебу мальчик из уральской деревни добирается на лошади. Я уверена, если закроют проход по улице теплой, люди будут ходить через лес, говорит Анна. И это еще неизвестно, чем кончится. Эта дорога существует 40 лет, неужели нельзя ее благоустроить? В том, что проблема скорее бумажная, чем денежная, уверен Ростислав Антонов, представитель общественной организации «Гражданский патруль». По его словам, жители Кирова обращаются к правозащитникам уже второй год, но короткая дорога почему-то стала предметом очень длинных разговоров с чиновниками и только. Чтобы сделать элементарный тротуар, много средств не нужно, но власти почему-то предпочитают запреты всем остальным действиям, говорит Антонов. Мотивировок, почему ничего сделать нельзя, в ответах чиновников уже несколько. Раньше жителям отвечали, что дороги вовсе нет, а есть только технологический проезд энергетиков к теплотрассе. Потом появилось объяснение, что это федеральная земля, а следовательно, тратить деньги муниципалитет на нее не вправе. Сейчас мэрия заявила о том, что проезд и теплотрасса находятся на особо охраняемой природной территории, и работы там везти запрещено. «Мы не просим оборудовать здесь проезжую часть и положить асфальт», — говорит Анна. «Пусть будет шлагбаум для транспорта. Сделайте только тротуар, замените фонари на столбах. Или дайте нам разрешение. Мы сделаем сами». П.С. Когда в лесу под Новосибирском строились институты Академгородка, дороги между зданиями не прокладывали и не асфальтировали, академик Михаил Лаврентьев предложил подождать, когда люди протопчут тропинки, выбрав самые удобные маршруты, а уже потом их благоустроить. Эту легенду новосибирцы помнят и пересказывают, но ее суть, чтобы людям было удобно, почему-то оказалась забытой. Общество соцсфера соцзащита общества семьи и дети в филиал РГСибирь СФО Новосибирская область Новосибирск.